Вот и настала пора решающего матча Олимпиады 2022 в Пекине. Самая важная игра на этом турнире – Россия против Финляндии. Кто же выиграет золотые медали? Пишите ваше мнение в комментариях. А сейчас мы разберем игру обеих команд и постараемся понять, кто же фаворит этого противостояния. Фоксы, хотим посоветовать вам новый хоккейный проект на YouTube – Nice Loft Team. Жизнь хоккейной команды изнутри – обучающая видео от профессионального тренера Максима Якимчука. И много-много другого полезного контента ждут вас. Неважно, любитель вы или профессионал. Поддерживайте местный клуб или из НХЛ. Контент по нраву найдется для всех адептов лучшей игры в мире. Канал только стартовал, и сейчас парням очень нужна ваша поддержка. Оцените старания ребят лайком и подпиской. Ссылка внизу под видео. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Давайте вспомним, какой путь сборные проделали, чтобы попасть в финал. Обе команды победили в своих группах и напрямую отправились в четвертьфинал. Содержание игры сборной России на предварительном этапе вызывало много вопросов. Особенно это касалось атакующих действий. Финнажи спокойно разобрались с каждым из своих соперников, кроме, пожалуй, шведов. Также уверена, на классе наши северные соседи вышли в финал. Потратили на Швейцарию и Словакию ровно столько сил, сколько надо было. Россияне без особого труда задушили датчан и в нервной серии буллитов обыграли шведов, матч с которыми получился равным и боевым. Перед финалом сборная Финляндии будет иметь чуть больше времени на восстановление, чем Россия. Мелочь? Нет, довольно важный фактор. Давайте окунемся в историю очных противостояний. В первую очередь нас интересуют матчи на прошлых Олимпиадах. В этом веке Россия и Финляндия пересекались на этом турнире три раза. И тут видна полная доминация с финской стороны. В 2002 году в Сотлайк-Сити сборные встретились на стадии группового этапа. И тогда Суэми выиграли 3-1. Затем в 2006 году в Турине финны лишили Россию выхода в финал, обыграв ее со счетом 4-0. А, пожалуй, самый громкий провал нашей сборной случился в Сочи на стадии четвертьфинала. Поражение 1-3. С другой стороны, финны никогда в своей истории не выигрывали комплект золотых медалей. Конечно, все когда-то случается впервые. За это мы и любим спорт. Но надеемся, что из Пекина подопечные Юки Яланина уедут лишь с серебром. Честно говоря, по этому турниру финны смотрятся предпочтительнее во всех основных аспектах. Реализация бросков. Большинство. Ладно, по меньшинству команд цифры одинаковые. Однако россияне больше удаляются. Галкипер Финляндии Харри Сятери статистически выглядит получше своего визави Ивана Федотова. В то же время в топ-3 бомбардиров Олимпиады входят сразу два игрока сборной Финляндии. Сакари Маннинин и Тея Мохартикайнин. Кстати, в этом сезоне первый с передачи второго уже забивал ворота Федотова в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Примечательно, что этот гол как раз оказался победным. Вообще, в первой тридцатке лучших бомбардиров турнира есть еще 4 финна и всего один россиянин. Это Никита Гусев с пятью баллами за результативность. Данный факт очень печалит перед грядущей встречей и намекает на более скудную вариативность в атаке сборной России. В то время, как финны явно могут результативно пошуметь у наших ворот силами разных зреньев. О важности выигранных вбрасывании в хоккее говорить явно не приходится, особенно в контексте решающих матчей. И здесь индивидуально финны превосходят наших игроков. Взгляните на показатели Вальтера Филпулы. Он выиграл вбрасывание более чем в 68% случаев. А вот лучший из россиян Владимир Ткачев побеждает в этом компоненте в 59% случаев. Исходя из всего вышесказанного, на бумаге финны выглядят предпочтительнее абсолютно во всем. Это суровые реалии, однако в отдельном взятом матче может случиться все что угодно. Финальные игры редко получаются яркими. Исходя из стиля команд, можно смело предположить, что данная тенденция продолжится, и мы станем свидетелями большого количества борьбы, строгой игры в обороне и минимального количества ярких моментов. В любом случае, будем верить в успех сборной России и желаем нашим парням удачи. На этом все. А если вам понравилось это видео, ставьте свой олимпийский хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока.